Открытая студия Сегодня будем обсуждать такую интересную тему Поэтому, не знаю, все любители пирожных, еды после шести, раздельного питания, дробного, трепещите В общем, сегодня мы разберемся с вами наконец-таки Помогут нам в этом врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлия Смирнова Юлия, здравствуйте вам И специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Дарья Лапина Здравствуйте Дарья, день добрый Итак, сегодня будем обсуждать тему Берем вес под контроль, чтобы быть здоровым собственно Ну а сейчас, перед тем, как начнем небольшой наш новостной дайджест Мурманские общественники помогли восстановить свято-преображенский храм города Волноваха Донецкой Народной Республики 18 человек из региональных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей И военно-патриотического центра Вымпел объединились, чтобы оказать помощь жителям присоединенных территорий Команда проделала большую работу, удалили старую обрешетку колокольни, установили новую Утеплили и обшили каркас, провели ремонтные работы в котельной Следующая поездка в Луганскую Донецкую Народную Республики планируется в феврале А вчера в Мурманске загорелся пассажирский автобус 19 маршрута Это произошло в районе улицы Достоевского По всей видимости, вспыхнул моторный отех, поэтому задняя часть транспортного средства оказалась в огне К счастью, все пассажиры успели покинуть салон автобуса Никто не пострадал, вскоре на место прибыли пожарные И возгорание было ликвидировано Причина произошедшего уточняется В Заполярье на побережье Кольского залива Варенцево море задержали очередную группу браконьеров Сотрудники погрануправления ФСБ России по западному арктическому району Изъяли плавсредство и 260 килограммов камчатского краба Тем самым, стражи порядка предотвратили ущерб более чем на 1 миллион 200 тысяч рублей В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела Что ж, с нашим дайджестом мы, собственно, подошли к концу И сейчас все-таки давайте разбираться, как одновременно нравится себе в зеркале быть здоровым Как иметь тело мечты, чтобы... Вот когда играет песня Артура Пирожкова «Красивое тело», чтобы это было про нас Ведь мы давно этого хотели Как не передать и так далее Давайте вот сразу начнем Идеальное тело, вот как оно выглядит? Мужское или женское? А, ну не, ну женское-то мы примерно представляем по обложкам глянцевых журналов Ну, вот, да, если... В любом случае... Вот мужское, возьмем мужское В любом случае здоровое тело уже, я думаю, неважно, женское или мужское Оно должно быть не толстым, то есть должно быть в силу вес нормальный И, соответственно, оно должно быть мышечное Потому что, когда человек начинает худеть, это слишком худые люди, это тоже некрасиво То есть вес должен быть средний А как же вот эти топ-модели? Или там на худых одежда смотрится? Это перебор, это извращение, которое пришло И вот то, что мы видим, вот этих топ-моделей чрезмерно худых Это видят молодые девочки и начинают доводить себя до анорексии вот этим голоданием Поверьте, анорексичное тело, оно безумно некрасивое Красивое тело в среднем весе со средней уплотненностью мышц То есть жирчик должен присутствовать? Его совсем чуть-чуть должно быть Но должен, его никак Потому что жир, это же тоже и гормональный орган, и жир помогает функционированию вообще метаболизма Поэтому без него вообще нельзя, немножко должно быть Про молодых девочек, которые смотрят, я вам скажу, и не молодые девочки тоже смотрят Мне кажется, вот у меня огромное количество знакомых девушек, женщин, которые вот... Я толстая, просто смотришь, ну палка Да, и поэтому вот как раз им мы пытаемся донести, что недостаток массы тела Это тоже фактор риска, как и ожирение очень многих хронических заболеваний Давайте точки на «ты» поставим Ну вот, все прекрасно, да, эту ситуацию Вот я толстая, я толстая Обычно там худые, стройные девчонки Конечно, есть же определенная пара Как ей понять, что вот, ну не толстая ты? Ну можно рассчитать, во-первых, индекс массы тела Знать свой рост при этом И вес И вес И все? Да, этого достаточно И что там, какая разница должна быть? Там, по сути дела, рассчитываешь этот индекс массы тела Его можно, в принципе, сильно не заморачиваться, не запоминать формулу Открываешь интернет, онлайн рассчитать индекс массы тела И вот если он меньше 17, это уже да, это анорексия, это слишком недостаточно нам, да Если он больше 30, то это ожирение А вот что-то среднее Вы так сказали только, это ожирение, не надо Да, это все уже А вот где-то вот 24, 20, это вот отличный вариант, это нормальное тело Но тут есть маленький нюанс, когда мы говорим об индексе массы тела Мы не забываем, что мышцы в два раза тяжелее жира Если мы занимаемся спортом, особенно ребята, которые занимаются в тренажерных залах, качаются Их индекс массы тела может быть больше за счет того, что мышцы тяжелее Ну и тренировки определенные Кто-то лыжным спортом занимается, кто-то самбо, это если говорить вот Ну это спортсменов, да, или ребята, занимающиеся просто спортом активно Не обязательно быть спортсменом Тогда мы берем еще один показатель, это окружность талии Вот мы берем сантиметровую ленту, не надо рулетку, да, берем просто обычную швейную портановскую сантиметровую ленту, измеряем Если в районе талии у женщин больше 80, а у мужчин больше 94 сантиметров Это тоже говорим об абдоминальном ожирении и ненормальном теле Но там рост имеют же, ну может быть талия просто, ну человек там, не знаю, там 20 сантиметров Нет, нет, здесь рост не влияет Нет, конечно, абдоминальное ожирение, это вот ведущий фактор риска, конечно И это когда жизненно важные органы, которые находятся в брюшной полости, в жировой прослойке находятся Вот вы правильно сказали, заплывают и не выполняют свои функции А плюс ко всему вот этот абдоминальный жир является также гормональным органом Начинает продуцировать гормон эстрогены, как у мужчин, так и у женщин Поэтому железный половой гормон для мужчин не очень хороший вариант А, то есть мужикам нормально? Нет, вообще не нормально А потом усыпы пойдут у девчонок? Ну у девчонок, может быть, от избытка эстрогенов, да, усыпы пойдут А вот если у мальчиков чрезмерно, да, то есть как бы там уже... Ну всё влияет на репродуктивную систему, я могу сказать О, серьезно Конечно В общем, ещё у меня такой вот вопрос, получается, раз уж мы затронули индекс массы тела Слышал такую позицию, вот минус 100, то есть рост минус 100, должен быть такой вес Да нет, это уже настолько устаревший вариант расчёта, что вот берём индекс массы тела И вот оттуда рассчитываем, и всё проще Есть таблицы, есть формулы, есть интернет онлайн, пожалуйста Приложения, да Да, приложения, то есть любые варианты рассчитайте и просто определитесь, в норме вы или нет А вот в клубах сейчас, я знаю, спортивных проводят... Это биоэмбедансный анализ Это что такое? Это анализ тела, там идёт и анализ, сколько жидкости Состава тела Состав тела, там количество жировой прослойки, проценты массы, мышечная масса Водички Процент водички, да, то есть там это полностью структура тела, конечно, это очень круто И иногда определяет ещё биологический возраст, который может быть отличаться Вот это страшно для женщин, мне кажется, особо... И это не только в спортклубах, есть Центр общественного здоровья, да, у нас, кабинет здоровья Это какой-то аппарат или супервисы там? Нет, это аппаратик такой Нет, ну есть и мобильные супервисы, как вы выразились, да, медтехники, они есть доступны А вот в Центрах здоровья, которые у нас пенсионируют и в Мурманской области, и на территории Мурманска Бесспорно, это кушеточка, к которой подключается к ручкам-ножкам определённый аппарат, да, и всё вводится на монитор Ну то есть это всё... А потом распечатка, 8-9 листочков полностью анализа тела С рекомендациями? Конечно Конечно, это всё бесплатно причём в Центрах здоровья Ну всё, ждите, надо, мне кажется, записываться Друзья, если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, я думаю, тема такая актуальная Звоните нам в прямой эфир 99-45-45 Либо пишите нам в мобильные мессенджеры, телеграм и вайбер, привязанные к номеру 921-708-2006 Ну тема прям вот, наконец-то, я прям задождался Просто такая небольшая предыстория Сам, вот мы уже за эфиром успели поговорить Где-то год назад сам скинул 25 килограммов Боялся, что вес вернётся И, ну, 4 килограмма где-то плавает И всё Но вы его удерживаете Да Вы научились А почему? Калории считали? Считал калории, ограничивал вредные всякие там вкусняшки Исключил там чипсы, хлеб Исключили вредные Сейчас ем всё, вот вообще без разницы Но ведь не переедание, всё равно в какой-то пределах каких-то калорий есть Ну, наверное, да То есть оно уже как-то интуитивно стало Но просто вопрос, что я иногда позволяю себе и ночью Иногда вы что позволяете? Бывает Всё равно формируется та привычка пищевая То есть когда рассчитываешь калории, ты примерно понимаешь, сколько ты съедаешь Ты понимаешь, какие продукты можно есть, какие лучше не есть Или ты понимаешь, что вот этот вредный продукт ты съел Значит, нужно калорию брать Это подсознательно нужно вырабатывать То есть, да, месяц-два над этим нужно потрудиться, чтобы понимать Сколько, чего, как Но потом это на автомате идёт И поэтому иногда уже бывает согрешить ночью Ну, и система ваша, они же уже перестроились За тот период, когда вы сбрасывали Нет, если мы говорим на форумах про здоровое питание, про образ жизни Говорят, что возвращается вес И там вот столько женщин написала Это потому что диеты Это когда люди потом сливаются Да, да, да А вот если рассчитывать не диету, а именно правильное здоровое питание С расчётом 5-разового питания или 4-разового питания С расчётом калорий С распределением, что завтрак обязательно, обед, ужин И это не диета, это просто нормализация здорового питания И вот с такого образа питания потом вес не набирается Набирается тогда, когда, ну, если, конечно, потом не сорваться И не опять не начать есть Я его, кстати, полностью поддерживаю Диеты – это плохо Конечно Это весы на районах севера Я пробовал, честно, пробовал Невкусно Не, здоровье, понятное дело Но мне кажется, это просто невкус Когда ты сидишь и упасишь, там, вот эту гречку какую-то Ну, всё Да, понимаем, потому что это невкусно Это резкое ограничение по всем полезным веществам То есть, любая диета – это ограничение чего-либо Белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов Если организм что-то недополучает То когда мы потом это всё ведём Это сразу идёт на... Но если что-то урезать Я вот читал, что в прошлом веке считали все жиры Жир, всё, это плохо Сейчас у нас углеводы Сейчас, наоборот, есть такие индиеты Всё, урезаем себе углеводы Едим белок, чуть-чуть жиров То есть, это правда То есть, углеводы же влияют То есть, можно же подурезать чуть-чуть Ну, вообще, убираем лёгкие углеводы однозначно Лёгкие Это сахара все Это всё сладкое А вот углеводы, которые сложные Это все... Это группы Это злаковые, да Это всё обязательно оставляем Без этого мы никак не можем Углевод Конечно Только правильный Жирной, зерновой Правильный хлеб Берём этикетку и смотрим А вот здесь тогда остановлюсь Что очень важно Если о правильности продуктов говорить Мы учим сейчас и призываем изучать всех покупателей Изучать этикетки Состав продукта, что немаловажно И срок годности, друзья Тоже немаловажная тема Это так, если говорить о безопасном питании То, конечно, да Классный состав Всё-таки 3-4 или 5 раз Вот я, ну, за себя говорю Там трёхразовое питание Ну, по причине того, что... Трёхразовое горячее питание И два перекуса Может быть, там перекус Яблоко, это тоже перекус Просто, говорит, я ничего не ем А потом, посчитаешь, 10 яблок в течение дня Да, и некоторые ещё какие-то яблоко орешки добывают Да, 5 горстей орехов А я так ничего не ем То есть нужно понимать, что это тоже перекус Он тоже считается как питание Чаще, чем каждые 2 часа кушать не надо Наша поджелудочная железа не выдержит Вырабатывать всё время инсулин Чтобы всё это переработать Что с водой? Воду пьём От неё не отказываемся И вот не надо говорить, что я худею Я не пью, я сливаю воду Нет Вот просто часто этот термин слышу Я сливаю воду, мне нельзя пить Нужно пить, потому что Её нужно прогонять 3,5 литра, наверное, в день Было тяжело Но эффект-то есть То есть 30 мл на килограмм веса Это минимальное количество воды А если мы ещё занимаемся спортом Или там очень душно в помещениях Это лишний затрат воды Это мы тоже добавляем Поэтому 2-то литра нужно постараться выпивать Просто вот эти дискуссии сейчас смотрю в интернете О воде очень много То, что вообще лучше там не пить Нужно пить по потребности Какой орган больше всего нуждается в воде? Мозг Молодец Я бы готовился Я бы готовился не то же к эфиру Просто действительно Слушайте, ну на самом деле А вот представьте, когда если мы худеем И думаем, что нам не надо лишней воды То что же происходит с нашим мозгом в этот момент В следствии этого, как нервная система Потом сорвёшься, а пожрёшься И будешь ещё себя корить Читмил Это та позиция, о которой очень многие спорят То есть, как вариант Читмил всё-таки давайте мы оставим Для профессиональных спортсменов-бодибилдеров Которые, да, идут подготовка Под контролем лабораторных исследований Крови и всего, да То есть они худеют Они там на безуглеводной диете А потом они вот с этим читмилом Для обычного человека читмила быть не должно Но Что называть читмилом? Если мы считаем, что мы там 2 недели живём По строгому питанию Фастфуд, допустим, вот хочу гамбургер Ну, если целую 2 недели живём и хорошо Ну, один-то раз в месяц Или два раза в месяц Ну, допустите в этот гамбургер Тогда же три Если вы без него жить просто не можете, да Но всё остальное в здоровом питании И тогда уже калории, если в этот гамбургер считать Вычитайте из общего рациона Конечно, это вредная пища Но если вы без неё жить не можете Пускай вы допустите себе один гамбургер В какой-то разрешённый день Нежели вы Ничего нельзя, ничего нельзя Но проходя мимо вот этого фастфуда Сразу так упаковочку загребли Пакетик целенький Потом завтра снова проходя мимо Мне же ничего нельзя Вот сегодня последний день А завтра будет можно Если вы не можете себе ограничить Договоритесь со своим мозгом И дайте один день себе разрешения Ну, а вот с чего начать вот это договариваться-то с мозгом? То есть, ну, просто по себе Я думаю, я всё время так долго-долго хотел Прямо ходить И вот как-то в один момент Я просто понял, что уже хватит Ну, когда вы к этому пришли Нужно начинать как? Не надо, я не хочу там С понедельника, с нового года Решились и вот с обеда Значит, начать с обеда Вот начать, знаете, просто рассчитывать калории Вот заключите себе приложение на телефон Да, счётчик калорий Там ещё сообщество, я знаю, есть классное Людей, которые поддерживают Да, это будет просто проще Смотрите, я уже 4 дня не ем Нет, это не надо То есть, мы рассчитываем калории Мы не сидим на диете Есть ещё такое понятие, как основной обмен В среднем, конечно, он рассчитывается по формуле Да, там, возраст, вес Там нужно много чего, чтобы рассчитать Но самое простое Примерно 1200 килокалорий Это в среднем у человека Это основной обмен Это что? Это на то, что у нас идёт То, чтобы у нас кровь двигалась по сосудам Чтобы мы могли дышать Чтобы мышцы были в тонусе И вот если организм недополучает Вот меньше, чем этот основной обмен Мы входим в энергетическую плату Мы не худеем У нас вес встаёт А ещё это идёт Большая нагрузка на головной мозг И там уже можно даже с ума сойти Если не доедать То есть, мозг требует вот этого То есть, он понимает Мне не хватает на самое необходимое Поэтому ниже мы не опускаемся А выше мы уже должны понимать Зависит от активности То есть, есть целые таблицы пересчёта Физической активности, коэффициенты Ну, всё в приложениях так же Ну, самое простое Это какие-то часы, которые фиксируют Да, шагомеры и так далее Вот они, когда фиксируют наши калории Вот это будет уже более разумно Ну что ж, дискуссия прям разгорается У нас не слабая Сейчас быстренько перерываемся На небольшую рекламную паузу Меньше говорю Давайте рекламу посмотрим И вернёмся Реклама Как есть до отвала Иметь фигуру мечты Как, не знаю Питаться только одними сникерсами И быть в прекрасной физической форме Мы вам сегодня не расскажем Но мы непременно Поведаем вам о том Как, что изменится Если вы возьмёте свой вес под контроль Приведёте тело в форму И в этом нам помогают Напомню, разобраться Врач Центра общественного здоровья Медицинской профилактики Илья Смирнова И специалист Центра общественного здоровья Медицинской профилактики Дарья Лапина Итак, уважаемые коллеги Возвращаемся мы к нашей теме Уже говорили в первой части Мы про многое Вот про питание То есть я хотел бы Всё-таки закрыть этот вопрос Раз и навсегда То есть, ну, 3-4-5 раз Там, да То есть дробное Понятное дело Вот как сочетать с жизнью То есть такой вопрос Житейский Ну, я работаю Там у меня не получается У меня не у всех Получается в одно время есть То есть, вот как Выбить А хотя на самом деле Одно из правил Это питаться в одно и то же время Да, да, в то же время Да, потому что это очень важно И мы говорим о том Что полноценный должен быть завтрак Обед и ужин И это должна быть тёплая еда Безусловно, конечно Сейчас во многих очень организациях Работодатели, которые дорожат здоровьем Своих подчинённых Подопечных, так сказать Организовывают комнаты отдыха Полноценные Где есть микроволновки Даже есть где плиты И на сегодняшний момент Это правильно И у человека всегда есть возможность Вот как Юля Она вот пример этого Что контейнеры Всегда с собой контейнеры Перекуса Если задерживается Это даже ужин И безусловно Это обед И заметьте Что человек Не на автомобиле Это всё перевозит А с Североморска До места работы В рюкзачке Берёт с собой Поэтому Это всё возможно И даже работа у нас связана С выходами на объекты С командировками С выездами Но чёткое правило Стоишь на взлётно-посадочной полосе Тебе нужно Ну и что Война войной А обед по расписанию Эта поговорка Она очень актуальна Но если не получилось То есть особо не расстраиваться Просто знаю Что в моментах Когда следишь за весом Вот голова ещё немножко страдает Ну то есть Мозг нам даёт Какие-то левые сигналы То есть так же Вот я Ну то что мы говорили Что я худая Либо я пропустил всё Вот это вот заблуждение Я отработаю Не надо загонять себя в депрессию По этому поводу абсолютно Я там сто лишних килокалорий Там съел Всё Теперь буду перед сном Чтобы сбросить 200 Да Да То есть Ну вот как бороться С головой-то со своей То есть Договориться с ней Ну просто Обсудите вы со своей головой сразу Что Я обычный человек Я имею право на ошибку Я имею право сорваться Но это будет однократно Да Там или там Ну редко То есть Ну не надо себя ругать Зачем вы загоняете себя в депрессию А вот кстати Да Есть же ещё люди Которые Один день переедят Пошли на юбилей На свадьбу На какое-то торжество И всё Глаза разбежались Нам захотелось попробовать всё И максимально много И может быть взять ещё с собой И на следующий день Почему-то считается Что я устрою себе разгрузочный день Я накажу себя Да Я отработаю Попробую Новый год впереди То вот что делать Все же объедятся Ну чтобы не объедаться в Новый год Давайте начнём с того Что не надо голодать с утра Чтобы сесть в 12 ночи И объесться Это основная ошибка Да То есть у нас завтрак, обед, ужин Всё по расписанию Просто новогодний стол Пусть он будет праздничным Но вы придёте туда не голодным И поближе к себе Поставьте тарелочки С овощами, с фруктами Как источник клетчатки Да, поближе Потому что когда вы будете разговаривать Между делом Не всякую вредную пищу Там всякие тарталеточки с майонезом Закидывать в рот С маслом и красной рыбкой С икоркой, то это же вкусно Ну икорку-то поставьте Икорка-то полезная От курицы, ладно Вот от курицы берём грудку Сразу вырываем И забираемся в грудку Неважно У курицы любое мясо полезное Поэтому пускай будут рядом с вами Более просто Когда вы разговариваете Что между делом Закидывать не вредности всякие А овощи Вы же не видите, что вы едите Вы же разговариваете И водичка Водичка Кстати, на новогодний стол Многие забывают Что не только шампанское Вино и коньяк И сок А прежде всего Должна на новогоднем столе Стоять вода Просто, чтобы вот Именно попить Восполнить воду в организме Отлично Какие проблемы Со здоровьем У нас могут появиться Если мы не будем Если мы будем Если будет ожирение Да Абдоминальное ожирение То есть, ну мы поняли Что органы Фактор риска Прежде всего Сердечно-сосудистых патологий Такие как инфаркт Инсульт Конечно, заболевания Тут же уже стоят И онкологические Отдельной строкой Хочу выделить Сахарный диабет И сахарный диабет Приобретенный Второго типа Который, к сожалению Сейчас у нас помолодел Это уже вот Благодаря нерациональному питанию Но не лечится И гиподинамии Почему? Все купируется Самое главное Что надо Чтобы было вовремя Выявлено И тогда И коррекция образа жизни И коррекция образа жизни Сразу А у нас сейчас как? В основном Это гиподинамия И она и у подростков В том числе Нерациональное питание И избыточное питание И кстати Избыточное количество калорий Именно Что может быть Порции-то небольшие Но за счет того Что там очень много Жирного, сладкого Калорий очень много Вот эти транжиры Да Крытый сахар Соль Переработанное мясо Которое тоже является Под себе очень неправильным продуктом То есть надо И правильно все в меру У меня вопрос еще По поводу Я слышал, что у мужчин И у женщин По-разному Жир получается Это правда? Да То есть говорят Где-то там у кого-то Между мышц Я вижу, что это у кого-то наоборот То есть поэтому мужикам Или по сакцию не делают Вот я вот это как-то помню Это правда? Ну на самом деле, да Отложение по женскому типу Ожирение по женскому типу Ожирение по мужскому типу Есть такое понятие Но все-таки это все До определенного возраста Когда гормоны еще работают А когда гормоны не работают Там уже ожирение по всем типам У всех идет Да, и в определенном возрасте Уже когда мы достигаем 45-50 лет У нас организм уже вообще другой И там тяжелее Допустим, прийти в норму Конечно, тяжелее Как и набрать Метаболизм там замедляется В любом случае У молодых людей до 30 лет Метаболизм настолько активный Что некоторые говорят Я ем все подряд И вес не набираю И вот эти ребята Которые приходят в заблуждение Я могу все равно Есть у меня такая генетика После 35-ти Ой, килограмм появился Ой, два А к 40-ка уже и 10 Потому что Метаболизм замедлился А потом уже и такой брелшкадат Ну такой хороший вариант взяли За 10 лет 10 килограммов Мне кажется, набирать можно У меня вдруг за полугода Десяточку просто так вот накушал Ну так мягкий вариант Ведь там бывает и за полгода Скорее всего Орешки Я, по-моему, еще наверно Заедал стресс Да Работа Работа большая Сложная И постоянно какие-нибудь Там орешки Сухарники Да, поэтому в разрезе Здорового питания Мы тоже говорим И о физической активности Как очень важный Энергетический баланс Вот этот соблюдать Сколько калорий поглотили Столько и потратили Ну и напоминаем о том Что стресс не надо заедать А просто надо найти Другие рычаги Стрессом можно управлять Просто надо найти для себя Вот сверху Или стать начальником своим Чтобы не ругали тебя никто Ну так а почему сейчас много Уйти и работать на себя Почему нет Как вариант Вот как раз вы говорили То, что про вот этих людей Которые не в коне, а корм Многие думают Глисты там какие-нибудь Или что-нибудь такое То есть это получается Просто быстрый Быстрый обмен веществ Обмен веществ Да, то есть у нас же он разный У всех индивидуальный Плюс ко всему надо понимать Что какую пищу мы еще едим Потому что я ем все И не толстею Но у каждой пищи Есть свое специфическое Динамическое действие Это то количество энергии Которые требуются На то, чтобы ее переварить Если мы едим всякие Варианты пюрированные Да, пюре Все переваренное Там калорий больше поступает А если мы любим Макароны аль денте Немножко недоваренные Да Сухие макароны Ну сухие Это же не только вареные Нет А вот варианты аль денте Да, либо мы едим Допустим крупными кусочками Пережевываем Там овощи не перетертые Там требуется больше Калорий на переваривание Поэтому вроде то же самое Количество еды мы съедаем Но калорий получаем меньше И насыщение Вот при такой еды Оно будет больше То есть в принципе Что мы не будем голодными Там буквально через полчаса Или через час А при правильном Вот этих моментах Это буквально Три-три с половиной часа Почему нет То есть перерывы должны быть Ну конечно Вот тоже у нас Такой вопрос был Как не стать злым И нервным Потому что Ну я вот честно С этим не столкнулся Потому что успел Заранее с собой подготовиться Как-то вот вошел В эту тему Ну вот Юля О чем сегодня я говорила А я видел людей Которые прям Подготовиться надо заранее Прям разрывают То есть может быть Какие-нибудь добавки Нужны нет Ну начнем с того Что для того Чтобы войти в правильное питание Нужно во-первых Собраться с силами То есть я буду питаться правильно Да Берешь Прописываешь для себя Продукты допустимые Составляешь меню То есть чтобы не было так Что надо есть Я хочу есть Что можно Меню разнообразное должно быть Обязательно А вот давай здесь остановлюсь Кстати И очень важное здесь Это злаковые продукты Мы сегодня о них уже много говорили А это как раз источник витаминов группы B Которые положительно сказываются На работе нервной системы Что немаловажно То есть исключать при Когда мы сбрасываем вес Полностью хлеб Это абсурдно А печеньки его цельнозерновые? Нет Надо читать состав Читаем Чтобы сахар Ну там Да там не только сахар Открываешь цельнозерновые печенья Там пшеничная мука На первом месте Мука пшеничного высшего сорта Первое место Второе место Сахар Второе Третье место Цельные зерна Там только на упаковке На десятом месте Как рекламный ход Вы же понимаете Да То есть нужно читать этикетку Если в этикетке все там Как и мука цельнозерновая Отруби там есть Злаковые Да пожалуйста Ну съестьте пару печенек Не надо пачку только Ладно То есть если мы все-таки считаем калории В норму калоража впитываемся Вписываемся Разговоры о том Что у нас вот на севере Полярная ночь Тяжело То есть с запасом жирка Насколько это все актуально Ну не надо себя утешать То есть мы объедаемся перед зимой Такие как медведи Но мы же в спячку уже не ложимся Да Мы в спячку не впадаем И нам вот это Полезные калории И вода И жира не нужна То есть да Действительно на севере Нельзя садиться на диеты Вот о чем мы говорим Да вообще нигде на диеты садиться нельзя А на севере Особенно в полярную ночь Питание должно быть полноценным Разнообразным Да То есть оно должно быть Смотри, но в том случае Иногда диеты Если это лечебная диета Которую уже назначил врач Ну это мы не обсуждаем Да В этом случае Только тогда так Вот если в санатории Определенный стол По определенной диете Это так и должно быть Знаешь, бессоляная диета Бессоли Да Только в том случае Если назначил врач И по показаниям А для всех оставшихся Это должно быть табу Ну думаю, нам пора футболки С вами выпускать На севере есть Правильно питаться Есть ли там все Там правильно Что-нибудь такое А на спине целое меню, да? Вот говорили мы с вами Про тоск под завершение Хотелось бы, наверное А вот чем грозит Сильная худоба? Недостаток веса Так же, как избыток Это тоже фактор Риска различных заболеваний И мы должны понимать Недоедающий организм Это проблема В принципе Недостаточной энергии Это недостаточно Для того, чтобы мышцы Были в тонусе Чтобы сердце хорошо работало И на умственные показатели И самое главное Страдает очень сильно Головной мозг от этого То есть Люди С анорексией То есть там Психиатрические отклонения Могут идти Поэтому давайте не будем Доводить организм до критического состояния Когда уже помощь специалистам Очень тяжело выйти И бывает, что ребят С анорексией Не накормить Даже в психиатрической больнице То есть Их там в больнице откармливают Хотя бы лишних 10 килограмм Через полгода Они снова туда попадают Это уже Идет сильное изменение Поэтому не надо Доводить до таких критических состояний Посмотрите Мы говорили как раз Провериться Куда людям-то К вам обращаться Дайте нам какие-нибудь контакты Чтобы Про консультацию Какую-нибудь узнать Ну если консультации Если вдруг Вот руководитель какой-нибудь Организации Вдруг слушает Наш эфир И думает Ой, какие замечательные специалисты То это тогда к нам На Лобова 10 На имя главного врача Мозова Аркадия Михайловича Пишется заявка Что приглашаем специалистов Для проведения Это наш слишком жирный Лекций Да По здоровому питанию На мотивирование Вести здоровый образ жизни Трудовые коллективы Трудовые коллективы Мы выходим бесплатно Бюджетно И мы предоставляем Еще литературу По определенной теме Буклетики, листовочки Это очень хорошо работает Ну что ж Вам огромное спасибо За то, что делили нам время Было познавательно Мне так точно Я всегда пользуюсь Служебным положением Это нормально Вот Мы же с вами, друзья Прощаемся До следующей недели Сегодня, если мне не ошибает Память, пятница А это уже хорошо С вами был Алексей Баринов Берегите себя И питайтесь правильно Открытие студия